Два года в сгоревшем доме вынуждена ютиться ветеран войны Нина Ивановна Керемеева. За кадром пенсионерка говорит, лучше бы я умерла в том пожаре. По дому Нина Ивановна ходит в верхней одежде. Холодно. С почерневших стены потолка капает вода. Единственный способ приготовить пищу – маленькая походная плита на табуретке. На зиму пенсионерку забирают дети, тоже больные. Однако жить у них постоянно ветеран отказывается. Не хочет быть обузой, да и жилплощадь не позволяет. Собственной пенсии едва хватает на лекарства и коммунальные услуги. Пожар уничтожил практически все, накопленное Ниной Ивановной за долгую жизнь. Сгоревшие вещи вывозили на нескольких машинах. Чудом уцелел иконостас и многочисленные медали. С мебелью взамен сгоревшие помогли соседи. Мне вот этот каст, каст этот убит. Целый, там угол у меня разрушенный. А колокол все пришли, газовики усмотрели. Негодные, все новые надо. Привезти сто тысяч, говорит, надо. Даже в отсыревшем, полусгоревшем доме пенсионерка все-таки не теряет присутствие духа. Как и раньше, она смотрит новости, выращивает цветы и продает их. Говорит, расхватывает в лед. Как стало известно Ульяновской правде, в день нашего визита Нину Ивановну посещали соцработники. Они фотографировали состояние дома и обещали помочь. Включился в работу и председатель Совета ветеранов Сергей Ермаков. Мы продолжаем следить за развитием темы. Андрей Творогов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.